Лайв-студия на седьмом продолжает свою работу в студии Сергей Бандур и Светлана Пензова. И как было обещано, говорим с главой Одесской облагосгосадминистрации Максимом Степановым. Здравствуйте. Мы ваш эфир проанонсировали заранее в соцсетях, наши коллеги в предыдущих выпусках говорили о том, что будете у нас в гостях, уже начали сыпаться звонки, многие телезрители хотят с вами пообщаться, хотят что-то узнать. Я напомню для тех, кто смотрит нас прямо сейчас, 726-3326 это номер телефона, по которому вы к нам можете дозвониться. Также вы можете написать нам в соцсетях, на страничку седьмого телеканала, мы озвучим ваши вопросы. Сегодня состоялась сессия областного совета, в частности был отчет антирейдерской комиссии, некоторые депутаты критиковали ее работу, кто-то даже заявлял о репрессиях. Как вы оцениваете работу этой комиссии и насколько обоснована критика депутатов? Ну, если вы следили за сессией, то в критике депутатов это же все-таки какие-то голословные абсолютно заявления, ничем не подкрепленные. Я оцениваю достаточно на высоком уровне работу этой комиссии. Почему? Комиссия это такой межведомственный орган, который должна действовать исключительно координация всех правоохранительных структур, органов юстиции и так далее. Куда любой человек подает заявление, где рассматриваются эти вопросы. Помимо этого в рамках комиссии было создано соответствующие такие мобильные группы, которые при любом заявлении сразу выезжают в то или иное место конфликта. Что это за конфликт? Это когда, например, есть конфликт между одним сельхозпредприятием, вторым сельхозпредприятием по поводу права обрабатывать ту либо иную землю. Так называемое рейдерство. К сожалению, вот эти голословные заявления, у нас же под рейдерство сейчас пытаются подвести все. Вот одно из заявлений было, когда в Подольском районе глава районной администрации просто в начале года навел порядок. И все земли, которые есть у него в владении, которыми он распоряжается по своей должности, по кодексам, чтобы за всех этих земель платилась соответствующая арендная ставка в бюджет, и люди спокойно себе обрабатывали. Так вот, оказывается, что заключение договоров на обработку этой земли по адекватной арендной ставке, я подчеркиваю, адекватной, потому что раньше, например, эти платежи были там 3%, 4%, сейчас мы вышли минимум на 8% с денежно-нормативной оценки. Это, оказывается, тоже рейдерство. То есть кому-то это не нравится, начинают кричать о рейдерстве. Ну, конечно, потому что тут же речь идет только об этом. То есть там, где существуют реальные какие-то конфликты, то все эти конфликты, они разрешаются, полностью уходятся в правовое поле. Более того, в Одесской области не допущено ни одной конфликтной ситуации с оружием, с оружием на поле, либо еще какие-то более тяжкие проявления этого всего. То, что мы видим, наблюдаем в других областях, в том числе за счет скоординированной работы. Мы должны понимать, что во всей этой земельной сфере, то есть там существует огромное количество интересов сейчас различных людей, это же бизнес, да? И люди борются за этот бизнес. Если мы вообще говорим о количестве, объеме земли, которые, например, в этом году возникали те или иные конфликты, то это там 0,000, там какой-то процент от общей земли, которая засевается в Одесской области. Конечно, не нравится, что мы проводим инвентаризацию, что мы хотим, чтобы с каждой земли честно обрабатывать, платить налоги, проблемы никакой не существует. Но вы меня извините, когда в рейдерство начинают говорить, и в репрессии, что вот репрессии в отношении там тех или иных людей, когда национальная полиция обнаруживает 300 гектар засеянной конопли, говорят, ну слушайте, это технически вот она там, дикая конопля растет, поэтому, почему полиция реагирует? Реагировала и будет реагировать на такие вещи. Две с половиной тонны конопли, там более 30 миллионов, 30 миллионов, нет, это с точки зрения репрессий, что это вот как бы начались репрессии. Ну, вы меня извините, но это, по-моему, даже вот любой телезритель понимает, что это как бы абсурд. Мы не говорим о том, что нет проблем. Более того, я обратился в том числе к присутствующему народному депутату, господину Скорюку, это в вашей власти. Вы народный депутат Украины, вы законодавец. Пожалуйста, предложите механизм, мы готовы подключиться, и нормализуйте все взаимоотношения в земельной сфере, чтобы не возникало даже теоретически каких-то конфликтов. А так, ну, выйти на сессии, скажем, комиссия как-то виновата в чем-то. Еще по работе законодателей и законотворцев, Верховная Рада на прошлой неделе отменила экологический контроль в портах. Это, по сути, ваша инициатива, потому что вы об этом громко заявили довольно и объемно. Ну, в первую очередь, что это поменяет? И поменяет ли что-то? Как возникла эта проблема? Пришли наши бизнесмены, проблемы начались там в начале года, когда наша экологическая инспекция, так называемая экологическая инспекция Черного моря, которая просто, извините за такое слово, начала кошмарить всех наших суда, судовладельцев. И это дошло до такого уровня, когда западные компании, международный бизнес, судовладельцы начали рекомендовать своим судам не заходить в порты Украины, если такая существует возможность. Начали рекомендовать своим судам закладывать в стоимость фракта, в том числе деньги на решение экологических проблем в украинских портах. Ну, на решение в кавычках. Ну, в кавычках. Они там говорят о штрафах, которые они выписывают, которые уплачиваются. Ну, конечно, та или иная компания будет выплачивать штраф, потому что простой судно в сутки исчисляется иногда там десятками тысяч долларов. И поэтому легче заплатить даже тот штраф, который они якобы выписали. Все это делается кулуарно, под столом под каким-то, да, то есть никто не видит результатов этого расследования. Даже администрация морских портов, которая на протяжении там восьми месяцев просит соответствующую экологическую инспекцию, покажите хоть один результат обследования, то, что вы сделали. Не говоря уже о том, что в полное нарушение наших международных обязательств, которые взяла Украина в морском праве, что мы не можем досматривать так называемые балластные воды. Покажите хоть один анализ этого вашего обследования. Почему вы выходите в акваторию и не ставите нас в известность? Давайте мы вместе будем выходить. Это невыгодно, потому что вместе это уже значит ничего не получится. Кто-то им выдал в руки этот штампик радиологический контроль, который они, с помощью которого они блокировали то или иное судно, выход судна за пределы Украины, потому что без этого штампа на документах это невозможно. Потому что я четко заявил свою позицию. Это зло, которое должно быть уничтожено. Любые правила, если мы говорим о развитии нашей страны, о развитии бизнеса, они должны быть максимально прозрачные, максимально простые, максимально понятные. Любые формы экологического контроля, радиологического контроля, чтобы там просто не существовало никаких злоупотреблений. Они должны быть написаны такими законами, чтобы вы, как человек, который ничего не понимает в этом экологическом контроле, чтобы вы его прочитали и вы поняли. Это лучший метод борьбы с коррупцией. Поэтому тот закон, который был принят, тот закон, который был принят справками президента, в том числе, на эту тематику, он реально ликвидирует на законодательном уровне вот эти все нюансы, которые у нас остались там от старой Украины с этим экологическим контролем. К этому всему должны еще быть разработаны нормативные документы со стороны того же Министерства экологии, со стороны ряда еще там контролирующих служб. Вчера на совещании по таможне, которое было с премьер-министром, я в том числе поднял и этот вопрос. Ну для меня это уже такой, ну вот я защищал, защищаю и буду защищать легальный бизнес. Ну ни одного акта, который был бы выписан на любому предприятию, находящемуся на суше. По одной причине предприятие идет в суд, идет в суд и доказывает свою невиновность. Более того, более того, там где работала, например, экологические службы администрации морских портов, где реально существовал какой-то разлив нефти, либо еще чего-то. Это все прозрачно, это все в рамках закона, потому что они отвечают за экологическое состояние акватории порта. Все без исключения западные компании признают где-то там свою вину, платят соответствующие убытки, которые, ну то есть цивилизованный нормальный способ. А здесь же какие-то там набеги среди ночи, понимаете, там просто разбоники с большой дороги. Хорошо, а кто сейчас будет осуществлять контроль? Ведь контроль все-таки необходим в любом случае. Нас с вами, как граждан этой страны, интересует нормальная экология. Правильно, чтобы в море можно было искупаться. Конечно. Экология Черного моря, нашего побережья, экология акватории порта. В администрации морских портов существует экологическая служба. Наверное, эта экологическая служба должна работать совместно с экологической инспекцией. Должны быть выработаны четкие прозрачные механизмы этой работы. Каким образом это работает? Он же и сейчас осуществляется. То, что вытворяла экологическая инспекция Черного моря, ничего общего с борьбой за экологию не имеет. Вот вообще, просто не имеет. Потому что они ставят... Вот сейчас, после нашего этого совещания, которое было в администрации, в обл. администрации, может, такого моего эмоционального там выступления, вот они прекратили заходить на судах. При этом, вот буквально, там, несколько дней назад разговаривал с руководителем филиала администрации морских портов в порту Южной. Он мне докладывает, говорит, было за это время три или четыре их предписания, что они осуществили проверку, что там якобы вот что-то разлилось, по их мнению. Никаких опять результатов не дают. Он говорит, мы сразу выходим в свои службы, берем все пробы, у нас есть все пробы, все это задокументировано, рядом с судном, в акватории. Ну, так как это положено, так как это, ни одного подтверждения нет. Поэтому, еще раз, вот есть акватория, то есть этот порядок, он очень простой. Там же, это же дважды два его прописать, как это делается. У нас есть звоночек от зрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, ваш вопрос. Василий Владимирович, вопрос хотел задать вам, как выпускник интерната, и меня очень беспокоит ситуация с Паланским, вашим советником. Хотел узнать, почему человек с нетрадиционной ориентацией и гражданин Российской Федерации был назначен советником губернатора. Второй вопрос я бы хотел еще вам задать по поводу Светанка. по поводу побития ребенка, которое произошло, и так-то не подтвердили. Были ли сделаны... Спасибо. Я наших телезрителей попрошу все-таки быть максимально корректными. Вопросы задаем любые, но в рамках допустимого, так чтобы это позволяло не только ваше совесть, но и рамки общепринятого приличия. И морали. То, что касается Артема Поланского. Да, Артем Поланский является на сегодняшний день гражданином Российской Федерации. Он подал соответствующие, насколько я знаю, документы на получение гражданства в Украине. Артем Поланский человек, который реально достаточно беспокоится о судьбе, в том числе вот этих деток, которые находятся в тех или иных вот этих учреждениях, либо приютах, либо детских домах. Человек, который не просто беспокоится на словах, который лично потратил там огромную сумму денег на Белгород. Днестровский детский дом, и я всем советую просто у вас съездить и посмотреть, в каком состоянии действительно находится этот Белгород-Днестровский детский дом. У него есть реально прекрасные мысли по поводу изменения этой системы и приведения ее в человеческое состояние. Вот в человеческое цивилизованное состояние. Он входит в мониторинговую группу. Наше отличие от всего, что было раньше, мы сделали эту мониторинговую группу, куда включили его, куда входят там Катя Нажемникова, еще там ряд таких гражданских активистов. Мне нужно, чтобы они показали реальность. Вот ту реальность, в которой мы живем. Вот, ну, по-моему, уже настал тот период, когда нужно прекратить вот прятать голову в песок и говорить, слушайте, ну у нас, давайте просто об этой проблеме не говорить, и вот она каким-то образом исчезнет, она как-то там рассосется. Ну, не рассосется, то есть эту систему как бы необходимо, необходимо реформировать. Поэтому все, что делает Артем, меня полностью устраивает. Он мой советник на общественных началах, поэтому вся его деятельность меня полностью устраивает. Если я могу, если с помощью него, с помощью таких неравнодушных людей, как он, делать, реформировать эту систему, выявлять эти факты, с которыми, на основе которых мы потом делаем выводы, и реально что-то исправляем, я такое только приветствую. Слава Богу, что есть такие люди. Второй вопрос был по светанку. Там есть соответствующее расследование, в том числе подразделение национальной полиции по ребенку по одному. Сейчас есть второе расследование. У нас есть свое мнение, что мы будем делать со светанком. На сегодняшний день мы распределяем оттуда деток. Мы собираемся перепрофилировать это, сделать действительно центр оказания медико-психологической реабилитации для этих деток, чтобы это было абсолютно цивилизованно, нормальное учреждение. То есть, в том виде, в каком был приют, он уже не будет. Но мы его будем сейчас перепрофилировать и делать в учреждение. И вот такое, до уточнения, еще один вопрос касательно Поланского от наших пользователей в Facebook. Пишут, можно ли на место Кирьяк поставить Поланского? Я напомню, что нашим телезрителям речь идет об экс-начальнике по вопросам детей, служб по вопросам детей облгосадминистрации, увольненной как раз в связи с Каналом. Это точно нельзя сделать, потому что он не является на сегодняшний день пока еще а, гражданином Украины, Украины, б, должность руководителя службы, которую занимала Алла Ивановна, а нам, это должность госслужбы, туда будет проведен конкурс и будет выбран соответствующий человек. Но Артем, он делает ту работу, которую он делает, меня это абсолютно... Вчера в Одессе был с визитом премьер-министр. С чем приезжал, расскажите, какие, может быть, поставлены задачи новые? Мы показали в программе визита премьер-министра, он ознакомился с ходом реконструкции нашей взлетно-посадочной полосы, потому что кабинет министров финансирует, финансирует через Министерство инфраструктуры. Меня как главу области интересует строительство и достройка этой взлетно-посадочной полосы. Мне очень приятно, что удалось это сдвинуть с мертвой точки. Последние 15 лет об этом говорили, мы сдвинули это с мертвой точки, и вчера очень приятно было посмотреть, что уже в определенном количестве положен верхний слой полосы, то есть идет такое активное строительство. То есть было что показать уже. Закончены все земельные работы, в некоторых там нижний слой положен бетон, а в некоторых уже полностью верхний слой положен. Потом полоса достаточно активно делается. Тем у нас было там два городских объекта, на которых был премьер-министр. Для меня был важен приезд Владимира Борисовича в единую нашу диспетчерскую экстренной медицинской помощи, потому что по словам многих специалистов, мы там номер один сейчас в Украине, наша диспетчерская действительно лучше. Мы сделали ее в такие рекордные сроки. Мы подключили уже всю область, вся область в этой диспетчерской. Что важно? Мы показали реально работающую систему, которая работает на сегодняшний день, где мы действительно сократили время доезда скорой помощи. То, что важно для наших людей. Вы написали в семь раз. В семь раз сокращено время обработки звонка. То есть, если раньше человек звонил, и вот время обработки приема этого звонка, и дальше там какой-то выислялся в среднем до семи минут, то на сегодняшний момент от среднего, причем это все у нас зафиксировано, что там стоит серверное оборудование, все звонки хранятся на протяжении трех лет. То есть, все данные звонка любого пациента, который нуждается в этой помощи. То есть, раньше это было до семи минут, сейчас это дошли до 32 секунд. То есть, через 32 секунды передается соответствующая информация, и выезжает машина. Пока машина едет, соответствующей бригаде на смартфон передается дополнительная информация. То есть, все, что нужно получить от пациента, это где находится, и понять, что это действительно экстренный случай. Есть соответствующие справочники у оператора, который принимает, я не знаю, ДТП, роды, и пошло-поехало, где нужно выезжать, должна выехать скорая медицинская помощь. Соответственно, дальше сокращается и время доезда до больного. Каждая скорая помощь у нас оборудована электрокардиографом, электрокардиографом с телеметрией. Что это такое? То есть, если это сердечно-сосудистые заболевания, тем более какое-нибудь острое сердечно-сосудистые заболевания, не дай бог инфаркт у больного, либо что-то еще, сразу снимается ЭКГ, сразу это ЭКГ передается, потому что большое количество, более 70%, бригады — это фельдшера. Естественно, нужна консультация врача. Передается это ЭКГ, дальше корректируется, куда везти этого больного. Это все уже работает. На всех, без исключения, каретах скорой помощи, которые у нас существуют. У нас есть понимание, как двигаться дальше. У нас есть все элементы телемедицины, которые мы включили. включили. У нас есть развитие с ранним госпитальным периодом. Что это такое? Я хочу на этом акцентировать внимание, то, что вчера я акцентировал премьер-министру. Оказание экстренной медицинской помощи не должно заканчиваться. Взяли больного, довезли до больного, до больницы, то, что у нас зачастую было раньше. Все, его в больницу отдали, а дальше мы уже не знаем. В моем понимании, экстренная медицинская помощь должна заканчиваться еще ранним госпитальным периодом, то есть до 72 часов. Это либо там стабилизировали больного, либо там прооперировали, оказали, ну, в зависимости от патологии. И мы предлагаем построить вот такого плана системы. Мы это откатали в Окнянском районе на основе Окнянской центральной районной больницы. Сейчас мы делаем в Болграде, мы будем делать в Тарутино на подобную систему. Ну, думаю, еще где-то там 4 района в этом году мы сделаем. Мы предлагаем сделать вот такой пилот, провести пилот на территории Одесской области, чтобы мы накрыли всю область. Конечно, вопрос стоит и о количестве автомобилей, потому что мы вот каждый год покупаем в среднем по 10 автомобилей, новых обновляем пар. На сегодняшний день нам не хватает еще, ну, минимум 70 автомобилей, которые нам необходимы, чтобы это не растягивать, это удовольствие в кавычках там на 7 лета, чтобы сделать быстрее, чтобы люди реально это ощутили в любом уголке Одесской области. Вот цель, цель вот такая. Ну, вроде премьеру все понравилось и все наши предложения, которые мы посылали ранее, и они взяли там многие наши предложения уже в реформу экстренной медицинской помощи, он это увидел на премьерах, увидел, как работает, как работает телемедицина. То есть начинание Одесской области, возможно, будет внедряться по всей Украине. Ну, они точно будут внедряться, но я надеюсь, теперь будет более активно, и потому что, я же говорю, одно дело это прочитать, либо услышать, а другое дело совершенно увидеть. У нас есть еще один звоночек нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Задавайте ваш вопрос. Добрый вечер, Максим Владимирович. Два вопроса, наверное, одну из самых животрепещущих, тем, которые волнуют всех, дороги. Вот буквально на выходных проехался до Монаши, вам спасибо за дорогу, но идеально новое, хорошее. Но вопрос, а что дальше планируете делать, и где ожидать новых дорог в таких направлениях? И вопрос, уже с этим связанный второй, фуры ездят, груженные, как бороться с ними, чтобы они наши дороги не убивали? Спасибо. Спасибо большое. Добрый вечер. Спасибо. Тоже один из вопросов, который мы уже вчера во время визита, наверное, только пример Страпа спустился. Это первый вопрос, который мы начали с ним обсуждать, потому что с одной стороны мы имеем такой большой объем ремонтных работ. То есть нам есть что показать, тем более сравнивать с какими-то годами раньше. Сколько мы делали в 2017 году, что у нас происходит в 2018 году. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что сделать нужно еще в разы больше. То есть эти дороги, чем быстрее мы их отремонтируем, тем быстрее мы будем добиваться того успеха, на который мы все рассчитываем. Нам необходимо закончить трассу Одессы-Рени. Я сторонник того, это не может быть никаким долгостроем. Мы точно ее должны закончить уже в этом году. Кстати, Гройсман сказал, что еще нужно найти 500 миллионов. Это существенная сумма. Там не менее 500 миллионов на самом деле нам еще необходимо найти. То есть поиском денег мы занимаемся чуть ли не ежедневным режимом. Причем свою часть этого домашнего задания, которое называется в том числе ритмичная работа Одесской таможни, которая дает перевыполнение всех планов, которые доводятся Киевом. Я могу констатировать, что со времени моего, когда я возглавил Одесскую облгосадминистрацию, не было ни одного месяца, в котором бы мы не перевыполнили план. Ни одного. Который, напомним, идет на встретильство но, к сожалению, мы зависим в этом году от всей остальной работы нашей таможенной службы по всей Украине. То есть если там вся система, например, не выполнила план, то мы, соответственно, не получаем. Одну цифру приведу, чтобы было понятно. В июле месяце мы перевыполнили план 474 миллиона. Чтобы еще более акцентировать, что такое план. это факт прошлого года, который у нас был там достаточно серьезный, плюс 50%, прибавленный 25%, и это ноль. Вот мы сделали плюс к этому еще 474 миллиона. Вся система в целом перевыполнила всего лишь на 30,5 миллионов гривен. Мы получили 5,5 миллионов. То есть 474 миллиона формула такова. Так это работает. Но при этом тот, на чем я акцентировал Владимир Борисович, мы свою часть домашнего задания выполняем. Выполняем полностью. Ежедневные встречи с бизнесом, с таможней, со всеми контролирующими органами. История с экологами, либо с фитосанитарами из этой же серии. Но мы зависим от всех остальных. У нас по всем без исключения дорогам. Мы же не просто говорим дайте нам денег. Мы везде сделали проектную документацию, провели тендера, заключили договора. Это у нас касается дороги Одесса-Рени, это дороги на Николаев, это дорога Тарутина-Арциз-Сарата, это дорога, которая так называемый там у нас подильский шлях, начиная с Балты и заканчивая вся дорога, которая идет по северу, 350 тысяч людей, которые пользуются этой дорогой, которая тоже разбитая. План сделать в первую очередь дороги вот эти магистральные и затем начать соединять все районные центры с этими дорогами. Более того, то, которое вот наше еще предложение, я собрал всех без исключения подрядной организации, которые выиграли конкурсы и в принципе мы можем говорить при определенных гарантиях, когда они в этом году сделают 100% дорог по договорам, при этом получат сумму меньшую, чем по договорам, а остаток суммы, то есть по сути дела сделают в долг, а остаток суммы получат в следующем году, например, на протяжении первого квартала. Мы уже идем на любые ухищрения, лишь бы получить деньги, чтобы закончить эти дороги. Подрядчики готовы работать на таких условиях? Ну, это вот у нас были долгие переговоры, они согласились, конечно, они хотят определенных гарантий, да, то есть, ну, если ты, например, сделал там из миллиарда стоимости дорог, ты сделал там на 700 миллионов, тебе 300 миллионов еще должны, то ты хочешь понимать, когда ты получишь эти деньги, это должна быть определенная гарантия, но это возможно, это возможно в механизме. Мое вообще мнение, что все, что касается дорог, мы должны переходить минимум к среднесрочной перспективе по планированию этих дорог, минимум там на три года. Поэтому вот по дорогам вот такое, магистрали, по дорогам существуют выигранные тендера, договора заключенные и необходимо делать. То, что касается весовых комплексов, это тут бич перегрузы, ну, которая, я не знаю, это у меня очередное такое поле сражений на протяжении уже там полутора лет. С одной стороны, там, каждый третий штраф, каждая третья гривна, собранная в целом по Украине, по всем без исключения областям, вся сумма, собрана в Одесской области. С одной стороны, может быть, ну, вот, слушайте, ну, чего-то же делаем, да, там, и заработали Укртрансбеспека вместе с национальной полицией. Вторая сторона медали, мы все равно ловим эти перегрузы. Они все равно существуют. Где-то какие-то коррупционные составляющие, что их просто пропускают эти машины, до каких только ухищрений не додумываются, чего они уже только не делают. С другой стороны, меня никто не переубедит. Я считаю, если мы вкладываем миллиарды гривен в эти дороги, мы должны соответствующим образом бороться за их сохранность. Что такое бороться? Давайте поднимем штрафы в минимум пять раз. Мы сделали это предложение еще там восемь месяцев назад. Поднять штрафы очень серьезно. Второй вопрос это в случае, если машина с перегрузом, ее необходимо ставить на штрафплощадку, она не может оттуда выехать, пока не будет ликвидирована эта проблема. Везешь ты там десять тонн этого зерна перегруженного на штрафплощадке хоть лопаты перебрасывать. А какой сейчас штраф? Хоть как. Ну там формула, она у них рассчитывается, формула, но если они возят с этими перегрузами, понимая, что их могут поймать, ну, наверное, значит, не так страшно. То есть максимально нужно ужесточить. Есть еще более такая технологичная вещь, я являюсь огромным сторонником этого, это максимально уменьшить человеческий фактор в этом. Что это такое? Весовые комплексы современные, которые европейские, это трекеры, вмонтированные в дорожное полотно, не зависит от человеческого фактора, стоит видеокамера, которая, фото-видео фиксация, в случае, если машина с перегрузом, и через там 700 метров, условно говоря, пост, в который приходит уведомление, что машина с номером таким-то, такой-то марки, фотография этой машины, ее останут, он же точно знает, что там перегруз. Дорого стоит, но мы туда вкладываем еще больше денег, но мы не можем себе этого позволить, ну ни одна, ни один здравомыслящий человек в это не согласится, поэтому вот все, что касается перегруза, чтобы мы понимали, о чем речь идет. Самая большая машина, с которой мы ловили, с перегрузом, по-моему, 82 тонн. Вы можете себе представить? В норме 30 тонн, по-моему. 40. 40, и при температурном режиме не выше, 28 градусов, потому что если 28, там 30 градусов и 40 тонн, все равно будет проблема. То есть там есть четкие расчеты, технически подтвержденные. Алексей Владимирович, предлагаю сделать небольшую паузу в нашей беседе. Прямо сейчас мой коллега Игорь Буренко готов уже нам рассказать, о чем будет итоговый восьмичасовой выпуск новостей, потом мы вернемся, еще несколько вопросов добьем. Игорь, тебе слово, о чем будут новости. Добрый вечер, Сергей. Кабинет министров Украины уже к концу недели должен подготовить госбюджет 2019 года. В Украине во всем и во всем мире наблюдается рост суицидального поведения у подростков, и в Черноморский порт прибыл первый американский локомотив. Об этом и о многом другом расскажем в восемь вечера. Спасибо тебе большое, Игорь. Я напомню, что мы общаемся в прямом эфире с главой Одесской обл. госадминистрации Максимом Степаном. Вы можете к нам, кстати, присоединиться. Мы затронули тему здравоохранения, проговорили о реформе, которая в действии. Есть у нас еще один вопрос от наших пользователей фейсбука. Вот что пишут. В городе Подольск, в больнице, не работает кардиограмма сердца на протяжении полугода. Людей отправляют в частную клинику, а там требуют оплатить 200 гривен. А если у пенсионера нет возможности оплатить, что ему делать? Город Подольск. Вот такое сообщение. Это абсурд. Электрокардиограф? Да. В городе Подольск, если мне память не изменяет, там две больницы. Одна городская, вторая районная. Электрокардиограф это такая вещь, которой в больнице должно быть несколько. Ну, там, три, четыре, пять. Ну, то есть это... Ну, у нас электрокардиограф есть в каждой скорой помощи. Я бы просил вот человека, который обратился, я не исключаю, что там может быть какие-то там мансинуации, да, что, слушайте, идите, пожалуйста, вот в такую больницу, да, вот, там кто-то там, знаете, подрабатывает шитьем. Поэтому у меня огромная просьба человеку просто написать мне на фейсбуке то, что я обязательно разберусь. Ну, потому что это, ну, как-то сюрреалистически выглядит. Возвращаясь к визиту премьера, какие основные задачи поставлены сейчас, что взято на контроль? Ну, естественно, к примеру, была важна информация по работе таможен. Вы знаете, что он провел такое большое совещание со всеми руководителями таможен, потому что необходимо максимально вывести из тени все, что у нас на сегодняшний день находится, да, чтобы это был честный, нормальный условие бизнеса. То предложение, которое, вот, было в очередной раз там, ну, озвучено, это хорошо работа правоохранительных органов, да, но мое мнение, что помимо работы правоохранительных органов, которые там ловят там нерадивого таможенника либо инспектора какого-то, должны убирать причину этой коррупции. Вот я, например, сторонник, я же говорю, максимально прозрачно, чтобы это не было двоякого толкования, да, то есть, если это очки, то это очки, ну, вот, и все понимают, что это очки, и, и, все должны понимать точно так, например, в растаможке того, той или иной продукции. Мы с вами должны точно понимать, что если мы хотим там привезти какой-нибудь автомобиль, мы точно знаем, какая его будет таможенная стоимость. Не вот эти вилки, можем так, можем так, отсюда же все порождается, да. понятные правила, а затем уже дальше вступает, и это правило должно быть понятным по всей стране, а дальше уже вступает конкуренция сервисов, так называемых, да, кто быстрее делает, кто там сделал, я не знаю, там автохаб, либо еще какой-то, либо еще что-то. Тогда это нормальная конкуренция, которая должна существовать. Примера, конечно, это интересует, потому что это деньги в бюджет, и мы видим результаты, в том числе вот тот эксперимент, который по борьбе с контрабандой, который проводится, уже пошли вверх платежи. Я доволен визитом премьера с точки, с медицинской точки зрения, я имею в виду по медицинской тематике, потому что действительно понимаем, куда мы и каким образом развиваемся. Меня воодушевило, его общение по поводу дорог, то есть я ему достаточно четко в цифрах, в деталях, в, не знаю, там, в картах показал, какие дороги для нас большая необходимость, почему именно эти дороги, ну, помимо Одессы-Рени, потому что про Одессу-Рени, все знают, это его, это приоритет президента Украины, который начал в свое время это строительство, это приоритет премьера. Я ему показал другие дороги, с цифрами, какой автомобилепоток на этих дорогах, почему нам важно именно эти дороги сделать в первую очередь, какая сумма нам необходима. Рассказал ему о нашей инициативе, о том, что мы вот отправили министру инфраструктуры предложение по поводу, так называемого «Ремонта дорог в долг», да, то, о чем я вам рассказывал, потому что мы отправили соответствующий проект постановления Кабмина, как мы его увидим. Попросил его, чтобы мы это все рассмотрели. Поговорили с ним о развитии тех отраслей, которые являются приоритетными для нашей области, наше видение, в том числе развития туризма, что необходимо сделать для развития туризма. Пример я ему приводил и Куяльника, и пример и Белгород-Днестровской крепости. Каким образом вообще это повлияет, и что с этого всего будет? Ну, была достаточно такая конструктивная диалог. Кстати, о крепости. Сегодня хорошая новость на сессии. Депутаты поддержали вашу инициативу, да? Действительно выделили деньги на... Да, мы нашли деньги. Недостающую на республика Сокерманской крепости. Ну, там это не совсем недостающая, там еще необходима сумма денег, но это вот тот объект, который необходим для... Мы его должны закончить. Мы должны закончить реконструкцию. Мы не можем... Тем более, вы знаете, мы параллельно ведем процесс по внесению этой крепости в список наследия ЮНЕСКО. Там активно работаем в этом направлении. Поэтому, да, депутаты поддержали. Одним из вопросов был изменение в бюджет, где вот мы нашли эти средства. Более двух миллионов гривен, чтобы отправить их на реконструкцию, на работу. Ну, будем надеяться, что этот проект успешно завершится, как и другие. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Напомню нашим телезрителям, глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов был гостем в вечерней студии. Мы подводили итоги визита премьер-министра в Одессу и говорили о сегодняшней сессии облсовета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова